Наша птица певчая, не раздаться с песней мне. Фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моё Отечество» проходит в Сарове во второй раз. К участию приглашают сольных исполнителей и хоровые коллективы. Фестиваль песни – настоящий праздник творчества. В этом году мероприятие призвано не только поднять в людях чувство патриотизма, приобщить к богатству русской культуры, но и поддержать бойцов специальной военной операции. Второй открытый городской фестиваль «Пою тебе, моё Отечество» – это праздник, который посвящен истории нашей страны. Это праздник творчества, благодаря которым людям, которые участвуют в этом фестивале, мы воспитываем патриотическое направление в нашей молодежи. Ну и, конечно, это возможность поддержать нашу страну в такое нелегкое для нее время, поддержать наших бойцов и еще раз погордиться нашей страной, нашей державой. Второй городской фестиваль патриотической песни собрал 28 участников от 14 лет, среди которых как сольные исполнители, так и хоровые коллективы, учреждения культуры, дополнительного образования, Совета ветеранов, Рафиат Сминеев. О, Россия, Россия, ты такая одна! Фестиваль проводился по нескольким номинациям. Сольные исполнения, ансамбль малых форм, ансамбль крупных форм, семейный ансамбль, авторы-исполнители, профессионалы. Артисты исполнили песни о родине, русской жизни, войне и нравственных ценностях. Именно через музыку можно дотянуться до нашей молодежи, и именно к песням они наиболее восприимчивы. Ну а мы в рамках фестиваля привлекли большое количество талантливых исполнителей, талантливых музыкантов нашего города, и я абсолютно уверен, что этот фестиваль станет достойным элементом культурной жизни нашего города. Особенным подарком для граждан и участников фестиваля стало выступление ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко. После концерта прошло награждение лауреатов фестиваля «Пою тебе, мое Отечество». Победители получили возможность записать видеоролик своей песни. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.